Ребят, всех приветствую и выпускаю видос полусонный, в кс-ке вышло обновление, появились 3 капсулы и эти капсулы с командами, которые должны были пройти на мажор Рио, но мажор в Рио отменили, но 3 команды по итогу остались как раз таки не счастливы. Из-за этого разработчики кс-го добавили капсулы с этими командами, где 50% выручки от этих открытий пойдет в карман командам. И в принципе давайте посмотрим, что это за капсулы, сколько они стоят, что там попадает и сделаем определенные из этого вывода для себя. Итак, мы сейчас находимся в кс-ке и откроем первую же капсулу, да, и что мы с вами наблюдаем, здесь есть как обычные стикеры команд, вот такого формата, да, получается как у нас идут потом голографические стикеры команд, И получается металлическая И добавили голдовые наклейки, это главное отличие этих капсул от всех предыдущих капсул с этими наклейками, это весьма интересный ход, интересное решение, в принципе конечно предсказуемое более-менее, Ну, допустим, стиль у них похож на тот стиль, который был добавлен на некоторые наклейки из новой операции, я думаю вы это замечали, и что мы можем здесь наблюдать с вами? Но эти капсулы стоят уже 76 рублей, без каких-либо скидок, что говорит то, что маловероятно, что добавят скидки на эти капсулы, Так как здесь выпадающее количество наклеек не очень высокое, и снижает цену, я не вижу смысла на открытие таких капсул, То есть я думаю, как они стоили 76 рублей, так и будут стоить 76 рублей, наверное дадут возможность открывать капсулу в течение двух недель, Может быть четырех, но вряд ли больше, не думаю, что ваф на это согласятся, но конечно все может быть, может быть им понравится дает деньги с игроков как раз дольшее время, Но я пока что ставлю 2-4 недели, 4 недели пока что мой предел, минимум 2 недели будут идти все вот эти вот, получается, продажи этих наклеек, этих капсул, все будет точнее, выпадают здесь и голдовые, Но хочется еще подметить, то что обычные стикеры команд, где сейчас крайне дешевые из-за того, что здесь выпадают голдовые наклейки, Те стремятся выпить голдовые наклейки, и как раз таки эти наклейки, и будут задавать тренд, цену и так далее и тому подобное, Но также и хочется заметить то, что на прошлых мажорах, если мы с вами посмотрим на графики продаж, Стикеры многих команд не занижались, получается, ниже даже 13 рублей, если брать какие-то плохие совсем неизвестные команды, да? Хорошие команды продавались на уровне 17-20 рублей во время скидок на капсулу. Что мы выбираем сейчас, это в два раза ниже цены, получается, если брать обычные стикеры команд, чем до этого было на прошлых мажорах. В принципе, это интересно, на этом можно делать быстренькие 2 и 3 икса, скорее всего. Но опять же, не забывая на то, что здесь есть голдовые наклейки этих команд, что немножечко портит некоторую малину, Поэтому тут подбирайте все это с умом, взвешивайте все за и против. Я сразу скажу то, что я не буду вкладываться полностью в эти капсулы, Я куплю небольшую часть этих капсул за 7-6 рублей, И на всякий случай перестрахуюсь, вдруг выйдет скидка на эти капсулы, И тогда уже буду закупаться еще больше этими капсулами. Но все-таки я в скидки не верю в этих капсулах, нет смысла абсолютно никакого в этом, Не понимаю причин делать скидки, если честно. И думаю, как раз-таки вот такая сдача этих капсул будет недолгая в 3кс, Поэтому советую вам немножечко как-то поднапрячься, И попробовать забрать себе что-нибудь хотя бы в комментарий, В течение этого времени короткого. И сделать на иксах приятный профит. Что еще хочется подметить насчет всего этого? Сейчас в первые дни будет идти, получается, низкая цена на стикеры команд, Там 7-10 рублей. В дальнейшем, когда все устаканится, Когда будет чуть меньше открытие у этих капсул с наклейками команд, Я думаю, стикеры чуть подрастут, там, на пару рублей точно, И собрать дешевые самые, да, наклейки. И в принципе, как бы, понятно, да, То, что сейчас оптимальное время для закупки этих стикеров. Все поймут, что малорядно, что будет скидка сделана на эти капсулы с этими игроками, С этими, извиняюсь, командами. То, как раз-таки, сыграет на руку инвестор. Я немножечко закуплюсь голографикой, Немножко закуплюсь металликой, Ну и, может быть, по фану закуплюсь дешевыми наклейками. Конечно, самые легкие профиты будут здесь на дешевых наклейках. Но, тем не менее, пожалуйста, делайте свое решение извечно, делайте его сами. Могу сразу сказать, что и капсулы, в принципе, можно купить, и стикеры команд, в принципе, можно купить. Стикеры команд вообще можете спокойно покупать, если они стоят в районе 10 рублей, Вы на этом, кстати, сделаете, как нифиг делать. А вот сами капсулы, будьте внимательны, думайте, стоит ли их покупать или нет. Пока что вам можно добавить скидку. Но в скидку я еще раз 10 повторяю. Я не верю. Потому что и так уже капсулы дешевые. Здесь выпадают голдовые наклейки команд. И получается здесь количество этих стикеров, да, которые выпадают в этих капсул, Гораздо меньше, чем, например, если выбирать капсулу с афрографами игроков. Поэтому смысл делать дешевле эту капсулу я абсолютно никакого не вижу. И из-за чего как раз таки вероятно, как эти стикеры и как эти капсулы продавались за такую цену, Так они и будут продаваться во время, получается, всего этого мероприятия. Ну и как уберут эти, получается, капсулы. Может быть это случится как-то неожиданно совсем, за короткий срок. А может быть это будет очень долго охладиться все. Но, тем не менее, я не думаю, что цена будет сильно колебаться в течение всего этого промежутка времени. И можно на этом сделать какие-то свои профиты на дальнейшем. Конечно же, ищите на это баланс, пробуйте затариваться. Не на весь баланс, вы знаете то, что надо мыслить рационально. Какую-то часть своей инвестиции его надо будет вкладывать, получается, в эти капсулы. Допустим, одну треть банка, да, если у вас не очень большой банк. Одну треть банка надо будет вкладывать стикеры инвестиционные с прошлых мажоров, Которые сильно протели из-за выхода вот этих капсул. Ну и третья часть уже куда-нибудь там, не знаю, в крипту. И либо какие-то другие вещи. В общем, у меня поинтери, поэтому умейте делить баланс. Подходите к этому всему рационально. Движивайте все за и против. Смотрите, какие стикеры вам наиболее симпатичны. Какие команды, получается, наиболее высоким просом пользуются на рынке. И уже исходя из этого, покупайте их. Конечно же, эти самые топовые команды будут спокойно иксовать. Но и не забывайте про какие-то дешевые стикеры команд. Я имею ввиду тех, которые не слишком известны на поприще Миберспорта. Они тоже, бывает, интересные иксы дают. Но это уже риски. И бывает, с ними приходится гораздо дольше возиться. Ну а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я пойду позавтракаю хотя бы, да. И, может быть, запущу сегодня стрим вечерний. Поэтому всем хорошего трейда. Всем успешных инвестиций. Не упускайте такую возможность. Как мне кажется, можно затариться немножечко капсулами за снижение рублей. И уже затариться стикерами команд. Также напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Что вы думаете на этот счет? Прав ли я? Или в чем я ошибаюсь? Мне будет интересно почитать ваши различные мнения. Может быть, на стриме я изменю свою окончательную позицию по поводу всего этого. Но пока что маловероятно. А на этом я вновь говорю. У меня все. Но я с вами при этом не прощаюсь. До стрима.